Депутаты Сыктывкара вновь решали судьбу спорного участка в микрорайоне Орбита. Резонанс вызвала инициатива местного предпринимателя, который в излюбленном месте отдыха горожан начал строительство автопарковки. Людей это сплотило. Они собрали подписи и инициировали общественные слушания. Активную гражданскую позицию поддержал глава региона и сыктывкарская мэрия. Но вот чем закончились сегодняшние решения, поскольку оказалось значимому кусочку, знает Ольга Коняева. Очередного заседания депутатов жители сыктывкарского микрорайона Орбита ждали, затаив дыхание. Перевод территории, предназначенный под жилую многоэтажную застройку в зону парков, для них это чуть ли не главное решение, нужное для воплощения мечты о зелёном скверике. Тем более глава региона тоже поддержал их активную гражданскую позицию в деле благоустройства территории. Но неожиданно для всех депутат Юрий Шарыгин, который по случайному совпадению и сам руководитель одной из строительных компаний, предложил отложить рассмотрение вопроса. В арбитражном суде мэрия сейчас пытается расторгнуть договор аренды на участок с застройщиком. Мол, не будем торопить события. Принятие решения на вступление в силу решения суда может создать опасный прецедент, при котором в будущем на основании мнения общественности будут раз за разом блокироваться решения по строительству социально значимых объектов и новых бизнес-проектов на территории города. Какие вступления смогут сделать маленький ремар, я сегодня специально проехал мимо того участка, который мы в прошлом году запретили строительство. Так вот мы всеобщими усилиями сейчас создали питомник для создания и выращивания арчевика. Депутат-строитель привел еще несколько аргументов. Городу придется тратиться на обустройство территории. А в Сыктывкаре едва уже имеющихся парка не доведены до ума. А еще арендатор может предъявить мэрии претензии. Однако на деле перевод земли в зону скверов никак не влияет на строительство парковки. Это разрешено. А вот чего в парковой зоне делать нельзя, так это возводить многоэтажный дом. Сейчас задача как раз не дать построить на данном участке дом. Если сейчас мы переведем зону Р-5, хотя бы на Р-5, думаю, что этот вопрос будет снят. И, скажем так, позиция суда тут, она от нашего решения не очень-то и зависит. Понимаете ли? А исключительное право перевести зону только у депутатов Совета. Информация о том, что именно жилой комплекс, конечная цель застройщика, неофициальная. Но жителям кажется весьма реальной. Мол, кому нужна тут платная парковка? На данный момент считаю, что депутатами города Сыктывкара затягивается решение о переводе специально для того, чтобы все потихонечку забыли об этой проблеме и просто эта территория перешла в собственность компании Ассортиплюс. И потом, как собственник, они имеют право сделать эту землю всё, что захотят. Доводы о том, что у администрации нет средств, жители и вовсе удивили. Они сами уже разработали примерный проект парка, где будут и детская площадка, и прогулочная зона. А источники финансирования могут быть совершенно разными. Создать НКО и выиграть грант или участие в федеральной программе. Можно даже привлечь частный бизнес. Если бы перевели, у нас была возможность подать заявку уже на 2018 год на благоустройство определяющей среды, как паркового сквера. То есть это финансирование федерального бюджета, который выделяется на республику. При статусе Ж1 мы не имеем такого права, у нас есть ответ в администрации, потому что если земля в статусе Ж1, мы не имеем права разбивать там парки. Для местных жителей этот участок был излюбленным местом отдыха. Здесь и ёлку новогоднюю ставили, и каток заливали. Но весной заехала техника, тогда и начались споры за землю. Сегодня работы приостановлены судом. Заседание по существу через неделю. Это будет ещё один решающий день в судьбе этой части столицы. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.